Всем привет! Это Квантовести. С вами ведущая Настя Перевозчикова и Яна Матвейшина. Сегодня выпуски. Скоро праздник 8 марта. Как создать мультфильм, не умея рисовать? Что же за праздник День Золотой Рыбки? Выпуск обещает быть интересным. День Золотой Рыбки В 1909 году социалистическая партия США объявила национальный женский день, который отмечали на территории всех штатов с последнего воскресенья февраля до 1913 года. День праздника Международного женского дня выдвинула в 1910 году на Второй Международной конференции работающих женщин в Дании. Активистка немецкого и международного рабочего движения Клара Циткин. Целью этого праздника она назвала борьбу. Кого ты будешь поздравлять на 8 марта? Ну, я буду поздравлять, конечно же, мою любимую маму и бабушку. Спасибо за ответ. Позвольте на 8 марта. Мам. И все? Бабушек и бабушек и прабабушек. Спасибо за ответ. Что для тебя значит 8 марта и кого ты хочешь поздравить? Для меня значит 8 марта, означает праздник женщин. А я хочу поздравить на 8 марта свою бабушку и маму. Спасибо за ответ. О секретах анимации узнаем с Коршиновой Ариной и Ивановой Златой. Праздник Золотой Рыбки изучат корреспонденты Янкоменко Василий и Ярачук Матвей. Здравствуйте, меня зовут Василий Янкоменко, я репортер. Сегодня я привожу репортаж к Дню Золотой Рыбки. Как вас зовут? Миша. Костя. Какое у вас самое заветное желание? Выполнить первый взрослый в спорте. Заработать много денег, помогать всем, чтобы еще много денег заработать и так бизнес развивать. Очень хорошее желание, спасибо, что поделились. Здравствуй, как тебя зовут? Мирон. Какое у тебя самое заветное желание? Чтобы все мои желания забывались. Очень хорошее желание. А почему так хочешь? Чтобы все мои желания сбывались. До скорых встреч в эфире Квантовести.